всем здравствуйте сегодня у меня видео для вас о машинках и она наверно больше подходит для мальчиков хотя знаю девочек которые очень любят авто и видео получилось длинное делить его на две части я не стала кому интересно досмотрит до конца вообще можно посмотреть его на ускоренном режиме и я вас познакомлю с рынком авто на сегодня среди на мая 2024 года в рязани если я чего-то не знаю как название машин марок я не виновата я все-таки девочка я не знаток машин я просто любитель и хочу показать насколько рынок авто поменялся за эти три года с тех пор как мы приехали в рязань и искали себе авто ссылки на предыдущие видео я оставлю в описании я имею ввиду на видео трехлетней давности ну и как поменялся рынок машины появились другие нет того рынка который был раньше а цены изменились тоже причем очень сильно порой они стали выше в два и более раз и в эти дни когда мы ходили по салонам мы заметили что народ скупает российское авто наверное патриоты нашей родины я хочу сразу отметить что мне не нравятся наши русские машины они топорные деревянные об этом я в общем рассказала видео между делом своих комментариях в комментариях можно со мной не соглашаться ну вот мне не нравится лады но мы в конце видео посидели в одном москвиче нашим боже мой какая комфортная машина по всей вероятности и и собирает на какой-то совместной компании потому что сделана она просто идеально менеджеры работают все по-разному их стало очень мало порой не дозовешься и не дождешься но видимо все они разбежались может быть зарплаты не очень не знаю в общем веяние времени это qr-коды которые выставлены на авто и чтобы посмотреть цену ценника нет нужно обязательно пройти по этому коду ну и частично да наверное все эти машины выставлены на авито и найдя авто даже если вы нашли какое-то авто которое вам нравится не факт что эта машина идеальная и будет без косяков поэтому выбор машины это еще та лотерея и чтобы найти ту машину которая будет вас устраивать от и до и будете от нее кайфовать потребуется не один день а порой и несколько недель а может быть даже и год-два пока будете копить деньги на машину своей мечты она все будет дорожать и дорожать в общем мы с детьми походили по рынкам по автосалонам посмотрели насколько все изменилось ну и в этом видео я показываю вам и выбор и цены и свои хотелки комментирую между делом если чего-то не знаю название конечно знаю не все поэтому просьба не обижаться просто подсказывайте пишите в комментарии если вы знаете больше ну и пойдемте с нами на весь день по салонам тяжелое это дело скажу я вам но интересное всем привет мы с вами давно не мониторили и не смотрели машины какие цены за три года как мы купили машину в рязани насколько они изменились наши дети решили сменить машину у них неплохая но хочется поновее мы приехали на куйбышского шоссе здесь в рязани много всяких павильонов и больших таких вот комплексов с машинами в общем мы здесь тоже когда-то выбирали свои машины накупили в другом месте в общем посмотрим что продается я даже не знаю что это за фирма ну или он 600 примерно а что это такое чинзан наверное чинзан вот такие характеристики а чинган регион 62 но ты чинган круче вот такая красотка мой но они так пачкаются черные детей белые у нас сером сер еще нормально но ведь так это порно и ой нет смотрите что там есть прямо такая красота покажите здоровый да здоровый ну такой я просто смотрю я просто я просто смотрю какая красота не вот такая нравится машинка то есть она высокая мы тоже такую когда-нибудь купим но я не такую а высокую нам нужна вот машина которая прям высоченная посмотрите как здесь все внутри но вот на счет вот этих вот панелей так сокращается ширина в машине от салона хотя они достаточно здоровые вот какие красавица всего лишь две пятьсот восемьдесят как называется не знаю не знаю где тут что будет такая же на сереньку светло серенькая наверное это видео будет больше интересно мужчинам хотя знаю много женщин которые любят машинки и покупают их очень здоровая машина очень здоровая вот представьте мы когда искали машины цены были ну мы так планировали ну до миллиона купить и то для нас это было так дорого ой какая красота маленькие такие так что поехали дальше даже посмотреть не могу ну тут вот салонов много-много это мы были в этом чинга здесь есть еще как бы стояночка где машины вот там стоят можно тоже зайти посмотреть цены это я так вот цены за это время так поднялись сильно сейчас чтобы купить нормальную машину нужно не 700 800 миллион а два с половиной миллиона дешевле машины часто не автомат много того чего бы нам не хотелось ну нам-нам мы же тоже когда-нибудь будем менять нашу ласточку ну пока решили что ездим на ней овчинка выделки не стоит очень много добавлять чтобы продав купить машину а у нас машина покупку нам она нравится так идем следующий уаз хундай и что-то еще такое на вью стоит да батончики здесь на улице они без цен мы зайдем туда ой какая здоровая машина ну а мы пойдем дальше новые машинки с бантиком даже купите меня купите я с бантиком миллион семьсот тридцать но она с пробегом ого так 940 километра двадцать третий вот такая ну какие новые машинки бутон бутоны ну нам такой не надо мы пойдем дальше миллион восемьсот двадцать восемь все с пробегом народ покупает ждут оформляют молодцы значит у них бабусы есть на эти на эти батоны и буханки и все остальные так нам нужна машинка поменьше ух ты какая красота а вы как не сфоткаться возле этой машины запорожить прикольная старинная ну покрашенная естественно господи он двурдверный такой маленький смешной жальстная машина но когда-то у нас таких тоже не было кстати наша первая машина когда-то с мужем подаренные старые тоже ушастый запорожец светло салатового цвета на котором мы рассекали в конце восьмидесятых годов я немножко стеснялась но как удобно было на нем поездить за ягодами за грибами на даче так что она нас очень выручала потом у нас появился новый запорожец потом лупазик потом уазик а потом а потом у меня появилась своя машина уже в новой жизни так мы купили nissan tina в магадане газ эти наши значки уже раньше здесь много было иностранных машин иностранных салонов здесь вот черри заглянем туда а сейчас русских много наш автопром возрождается что ли не сказать что там делать нечего и мы пошли дальше такие машины мы пропускаем сказали дети и сейчас так считаешь у всех конечно пробег тех машины которые здесь все стоят мы сейчас посмотрим и цен нету сейчас делаешь пиар-код и только по их пиар-кар-коду этому пиар пиар-кар можно узнать пробег 300 тысяч километров 300 мне даже интересно сколько она стоит блин ветер всю красоту мне опять испортил в общем это была тойота королла 11 года она стоит 960 тысяч по киар-коду выходишь на авито они все представлены видимо на авито ну и там во всех видах фотографии технические характеристики и так далее машин конечно продается очень много но было бы здорово если таре каждую машину можно посмотреть цену и ты раз от одной цены ходишь и смотришь на другую но увы увы нужно каждую которая понравилась так смотреть цену а мы с Серегой когда искали мы сначала смотрели цену а потом прикидывали от того насколько мы потянем ну и потом уже смотрели вот естественно не смотрели старые машины у нас тоже машина достаточно свежая но скоро ее надо будет менять но как мы решили пока нет пока от подотву не сыпется и слава богу ух ты какие красивые цвета ой когда мы когда-то искали машину три года назад мы 6 мая купили машину кстати вот три года было как мы купили ой я падала на цвет нам хотелось синенькую нам хотелось синенькую нам хотелось красненькую бордовую какую-нибудь перламутровую но любая красивая яркая машина добавляет денег к цене я не знаю какую машину ищут дети честно и спрашивала но они хотят более-менее нормальный год выпуска чтобы ничего в ней не летела долго ну а цена ценовая категория от миллиона до полутора ой какая прелесть шестнадцатого года это сколько ей лет пробеги очень большие сережа говорит сто семь даже цену не смотрим то что пробег не устраивает изначально но наша машина веста двадцать третьего года свежак прошлогодняя машина механика кто хочет пикнуть и узнать сколько она стоит серега угадал механика миллион шестьсот шестьдесят жалко стекла грязные внутри посмотреть можно многие машины вроде бы симпатичные красивые но многие механика несмотря то что может и год свежий смотрите 21 и пробег маленький но они механик у нас ребенок учился на автомат потому что в москве проще вот это киа рио 21 год пробег всего 13 тысяч это нам да а миллион восемьсот а вы на авито нашли да но это дороже сереж мой как и красивые фары хороша конечно пробег очень маленький ой серые серые мне нравится не черные так красиво о руль как у нас красная отделка посредине мне нравится теперь я знаю какую машину дети ходят примерно такого плана они часто мотаются к родителям в ту они ездят по путешествия ездят на море в питер то есть нужно и повыше нам тоже такого плана нравится но но пока не дайте к широкая машина хунда и грета двадцатого года сколько у нее пробег 78 у нее цена большая миллион восемьсот пятьдесят переднеприводная кстати вот эти штрих-коды сканеры не всегда дают доступ мы много машин не смогли открыть и посмотреть ни один сканер у нас не работал их узнает почему а что она приоткрыта чтобы посмотреть внутри да какая она очень здоровая очень здоровая коль сколько портрис 2016 и 8 лет миллион восемьсот пятьдесят а пробег какой мой большой сотню пробег сына шикарная но здоровая она очень широкая такая же это все широкая есть такие маленькие уютные машинки вот тарантаска за пятьсот двадцать не надо у нас такая есть а вот здесь уже пошли цены вот правильно написали цены 850 опель и ты уже будешь думать нужна тебе она или не нужно ой маленькие ки очки форд очки 113 к 30 что за цифры такая низкая 450 а тоже цена написано восьмого года ой старушка какая а это десятого года восемьсот восемьдесят купил о всего две двери никого не покатаешь вдвоем пока кататься какая маленькая ки очка пятьсот семьдесят две тысячи ниже год чем старше машина тем машина дешевле но покупаешь ее на тебя сыпется ты одно поменял второе поменял третье поменял четвертая поменял даже можно купить машину да и еду ты тогда его 2011 года двести восемьдесят пять тысяч ездишь но если у тебя ничего на ней не отваливается потому что когда отваливается ты вкладываешь в ремонт больше чем купил бы нормальные машины много новых таких но с маленьким пробелом у таки есть машинки здорово мы пошли дальше в следующий салон другом месте приехали из там чуть чуть дальше этот салон где мы были в ладу днем посмотрим наши машинки ладочка как здесь пахнет бензином или какими-то в общем в этом районе везде воняет цвету лада сейчас только белый и черный других цветов завод не выпускает серёга говорит краска закончилась да не помню все одинаковые 1700 она автомат механика вот за эту цену механика это пипец и они все равно деревянные серёга как смотрели я например против лады встала руками и ногами грудью он хотел все купить дешевые 600 700 800 было ой ну 800 уже не дешевая но были тогда машины по 600 650 три года назад сейчас таких цен нет они были все механика я умею на механике ездить но я хотела автомат и мы купили автомат ну только нормальную машину кио но была одна машина лада которая была такая все знаете крутая она стоила миллион пятьдесят серёга нет не надо ее брать еще он такая крутая там вверх прозрачный внутри такие салон кожаный чуть ли не люксы бежевая все красиво сделанное а теперь мы ее вспоминаем вот надо было брать она была автомат она была классная но сейчас таких цен нет и та которая была от миллион она расчет стоит под 3 по-любому менялась очень все за эти три года и квартиры подорожали и машины подорожали мы совсем простая ладочка гранта черная ну и джипик ой хочу он такая дешевая 1200 миллион двести три четыре это типа ездить тут-то любит выездить по сельской местности наверно блин цена такая странно учитывая сколько эти стоит ну чё ну как старые были на электронике все да не вообще здесь какие-то черные машины просто любят да мне не нравится мне как девочки не нравится вопрос в том что на старых на старых старых на старых здесь электронные здесь ручничара ну не знаю на любителя короче черная с коричневым вообще не нравится цвет сочетания вот с красным было бы классно а ты видел что мы тут джип стоит он 1000 миллион двести с чем-то всего а это 1700 и ну понятно что не у них ляп тяп ой сережда она вся кривая такая длина тяжелая тяжелая машина какая у нее стойка да можно слона пропустить дуста и до такой едешь и сон такой ясно она когда зале любителя красивыми тут одной из лучших того вообще в машинах ну хоть посидим в наших ладах я все белые вспоминаю которым смотрели в салоне там за миллион чем-то красивая была а так не надо не вот сидишь внутри как палец у нас туда уходит нога а здесь она вот у тебя уперлась для кратконожек вот кстати здесь работа очень а что это без ключа а где ключ кармане а как же без ключа оставить армане прочь и наши мальчишки решили примирить машину по комфортности все перетрогали ну покупаю машину когда садишься в нее вот в ней сразу хорошо мягко тебе уютно и хочется из нее не выходить и хочется взять вот я в эту села мне например не нравится смерти не нравится лада они деревянные тебе тоже вот эта машина называется лада веста даже написано сзади я не знаю если честно различие между вестой или гранты а она покороче по-другому сделана попка это все что я заметила разные эти штуки разный передок разные видимо багажники да все по-другому наши дети что-то просто прицениваются насколько она удобная насколько она уютная полная комплектация привет серега это кросс веста кросс не знала машинка красивая и высокая высокая но мы решили и еще пойти погулять лада веста миллион триста восемьдесят они с пробегом здесь не стоят с пробегом а пробег 33000 но машина свежая 2022 года это для тестирования машину такие с надписями можно на них покататься то есть записываешь на тестирование те смотришь как она ходит естественно как буду взять машину не пробуя ее в движении да то что сядешь потом тебе не понравится что-то лучше туда не брать все надо примерять это как одежда тебе на ней ездить долго между ладой и киа motors есть еще какой-то audi центр мы в него не пошли мы решили посмотреть в киосике насколько изменились киосики за это время какая красота 2650 киорио какая красивая киа 5 4 290 4 миллиона ездишь на половине квартиры новый киа рио спортиц 3 954 ляма ну для богатых людей да мы с чего мы как все 4 250 красивая красивые машинки мне кио очень нравится 3350 кирата и 3 490 3 с половиной у нас во дворе стоит такая машинка мне такая не нравится ну-ка с той стороны какие они уже примеряют там что-то на себя да здесь цена 2 ляма что такое байк такой атмосферный двигатель я не знаю что такое здоровая такая здоровая ну и чем этом примеряем 2400 короче вы решили примерить на себя 2400 широченная машина широченная с бантиком наверное серёга меряет очередную машину какое красивое табло тут ёшкин дрымс станем посмотри какая красота сидишь такой у тебя отражается красишься сидишь на хрен это дорога слушала красиво сделано за два с половиной а мне она нравится серёга я тоже уже хочу новую машину я чувствую что мне она уже нужна нафиг нам-то дача давай новую машину единственное мне не нравится вот то что она чёрная у нас же серая все машина какая же прикольная даже я захотела уже новую машину с ними как поездишь но мне вот эта вот панель очень понравилась так по современному я так предполагаю что здесь есть и телевизор и все то есть когда машина включает да все это загорается сейчас это все в плёночке смотрите какая ручка регулировка ну очень даже серёж давай купим да серёжа давай купим да она всего два с половиной ляма а всего два а нет подожди комплектации два с половиной так а я хотела еще вот эту машину глянуть вот они мне сидели ух ты вот вот мне нравится когда светлая вот когда есть такие вкрапления боже мне по дизайну это машина нравится тоже потому что здесь вот светлая отделка блин какая красота ну я девочка сначала на красоту а потом и все остальное боже как красиво да да вообще классная 2 390 то есть на сотню меньше чем вот это серая на вид такая кажется просто но они очень широкие машины посреди с нашей она конечно широковатая но это конечно вообще мечтулька пошла такая пьянка мне нравится уже машина еще выше без всего лишь она 2670 то есть на какие-то там три сотни дороже какая она громадная а я вам сейчас покажу что там внутри тоже отделка видите как здорово и под дерево и под рыжую кожу и вот такая панель ну так мудненько а какие кресла шикарные но есть на что здесь вот мне очень не нравится в этих машинках они как укорочены здесь практически нет багажника то есть он маленький по сравнению с такими большими машинами то есть здесь открывается там вниз еще все мне кажется из багажника не кажется мы открывали просто больше мы на параллельной улице от тех центров где были они вот там там вот куйбышевское шоссе мы короче не объехали а тут дворами дворами через заправку приехали на другое шоссе и здесь вот такие автомобили с пробегом они стоят вот в таких амгарах здесь toyota центр то есть если надо посмотреть машину набираете toyota центр вот едете сюда здесь очень много машин очень мы тогда когда были здесь три года назад много чего приглядели я делала видео об этом месте здесь были цены и разные года машин и разный выбор и но мы искали самую молодую самую дешевую потом нашли случайно в общем сейчас походим здесь я не буду сильно снимать много потому что ты не интересно все показывать подряд но знаете что в рязани есть вот такие крытые места где очень много техники она же сейчас выставлена на авито может и вся посмотрите можно тут рядом с шашей там где-то куйбышевская и там не санчик хорош тысяч миллион восемьсот 2019 года но пробег у него больше сотни 118 а вот эта машина я даже не знаю название ролика китайца гели гели ту гела какая-то 2021 года ну цена у нее 2 700 то есть она и выглядит красиво в общем-то и такая хорошая мощненькая высокая как джипчик и цвет свежие 50 тысяч все пробег что что-то они нашли тут а это опять это опять девятнадцатого года веста такая вот хотела гляну а поняла какая ее водила мне не понравилось так а вот это ой кар и красивый салон здесь он плохо видите плохо видно это дождь шел мозг здесь же пыль мусор так я вот такую водила на механике на механике 1 2 3 4 5 там написано я поняла что механику я не хочу возвращаться в механику мне давали тут поводить ее по полям колхозным или сам лугам не скошенным и мы решили все-таки взять автомат ну из всех машин которые мы посмотрели анжела по хотела вот эту цена только не нравится почти три ляма а так машина мне нравится я всегда мечтала о красненькой машинке чёрт лучше не ходить вот знаете это как кукла не видишь кукол и ты не хочешь кукол потом тебе попала какая-то кукла под хвост ее увиделся загорелся и побежал деньги искать покупать также с машинами вроде мы не хотим менять машину у нас нормально все но когда ты смотришь такое количество машин ты понимаешь ты бы хотел это ты бы хотел это или это есть очень даже симпатичные машины но я в них не понимаю я как девочка ориентируюсь на цвет вот я хотела бы красненькую на по все остальное это сережка расскажет про машину и покажет а вот такой цвет зелененький я бы его очень хотела мне серёжа говорит ты чё на таком цвете ездить это такая неожиданность для других он не нравится он говорит машина должна быть незаметная чтобы тебя никто не замечал такая симпатия вот тут коль смотри какой цвет шикарный да это тоже кило боже она мне подходит под куртку у меня прям вообще вот вот эту куртку нужно от эту машину она здесь как это низенько хотя не вот высокая но не очень обрезан жопка это маленький багажник 2017 года интересно сколько она стоит сейчас посмотрим миллион шестьсот восемьдесят пятьсот восемьдесят то есть у нас всего стоит миллион шестьсот но пробег у нее почти сотня 2017 года да и ее бы я тоже хотела как ни странно но я падкая на цвет мне кажется что у женщины должны быть яркие машины они какие-то белые серые и скромные незаметные вау 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 и это я не собиралась вам показывать здесь машины все равно же нашла чего-то красненькую зелененькую сейчас синенькую найдем да очень много машин очень и и очень сильный ветер поэтому я такая красивая все благодаря ему кио низкая такая маленькая старенькая десятого года видно что она не свежая машина сколько и больше 14 лет то очень много для машин здесь за 14 лет там пробег будет мама моя родная цены даже не будем смотреть механика ну вот где мы были буквально внутри прошел через площадь здесь машины все от лады они в рядочек выставлены все модели которые здесь есть купить можно прям вы видели там сколько людей сидит все оформляют машины то есть ты приходишь себе машинку выбираешь какую захотел пришел и посмотрел попробовал и купил зашли с обратной стороны и смотрят лады мне не нравится что они очень деревянные на них конечно ездит тут половина рязани и москвы много-много машина делают уже на вид красивые они похожи на какие-то современные машины это не мои двери открываются тяжело все такое деревянное постучал прям как по дереву не нравятся мне они хотя наверно скоро не будет альтернативы как будто бы это не дом а со штурами даже цепляется с этой стороны да как будто он такой длинный ну вот он где цепляется а то конец два пятьсот два пятьсот миллиона интересно какой машине он цепляется этой машины должна быть мощная да тут это да хотелось бы конечно внутрь зайти посмотреть просто ради интереса мы очень любим сережкой у кровати там с матрасами смотреть дома на колесах что как они там напичканы чем очень интересно но очень здоровенный так ладно мы пошли дальше мы думали что мы когда сюда переедем мы когда-нибудь купим машину квартиру купим дом на колесах ну шучу конечно нет 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 но так здорово путешествовать даст прямо с машины машин очень много но найти нормальную машинку свежую не покоцанную тяжелый случай не покоцанные не перекрашенные с нормальным пробегом с нормальной ценой адекватной потому что каждый рассчитывает на свой кошелек в общем вот так вот мы погуляли в тойота центр наверное не пойдем поэтому на всякий случай прощаюсь сегодня в очередном салоне еще не все но нам понравилась машинка коля такое открытие сделал она матовая 23 года джили монджара какой-то и короче здесь шевелятся сиденья смотри когда он открывает дверь сиденье уходит назад а потом когда садишься она тебя подпирает лакшери да нифига себе лакшери ух ты в шоке ой она едет 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 да она в настройку как здесь красиво вот эта машина я боюсь даже цену смотреть а очень понравилась серёга она матовая серёга танюха оставайся тут серёга уже во всех машинах пересидел да классная ну-ка теперь ты открываешь сиденье уезжает назад выходишь и она когда закрываешь едет да вперед а я думаю может у меня обман зрения коса нет вот это комфорт вот это за машинка офигенная ну сколько она стоит нам уже не надо потому что потому что это классные машины и стоит они дофигища да мы в салоне в районе круиза мы на втором этаже и в этом салоне мы три года назад поразвали одну офигенную машину кио рио синенькую за девятьсот двадцать нам казалось тогда это так дорого смотрите зеленая тоже кио рио которую мы видели недавно будучи в салоне там на куйбышевском шоссе да эти машины стоят здесь тоже на продажу здесь на втором этаже громаднейший зал еще вот направо и налево хундай грета не нам дети детям 2020 года пробег правда сотню но она стоит миллион девятьсот пятьдесят то есть почти два ляма но новая она стоит больше трех миллионов и она очень высокая очень высокая как конечно классная я села за руль там руль выдвигается вперед и вверх и вниз очень классно очень удобное сидение конечно я бы сказала не сильно современный перед он такой простой да ну руль очень удобный очень кресло удобное все уже в комплекте подлокотник ну поездила она хорошо по дорогам страны все-таки 100 тысяч это очень много но цена для нее то есть не за три с половиной же немножко побитая то что камни летели но это не металл это все пластик это можно поменять а можно просто подкрасить не знаю купить эти машины не купят но выбирают у них просто белая просто какая-то не знаю фасон не знаю что ну белая для себя нашли машина 2 миллиона ровно пробег 24 тысячи всего лишь такая классная не уже серёжа посидел горит дай хоть помечтать посидел и так и сяк она вообще выглядит как новая не скулов ничего 23 года хавал джулион машинка хороша сел говорит по все классно единственное что нету вот такой руль не выезжает вперед я сидела в другой машине он не только вверх-вниз он еще и вперед назад это только вверх-вниз ну и то так сделан салон вообще-то нить как на вью не потерпите ничего такая может быть она и так на самом деле выглядит хорошо у нее хорошая предпродажная подготовка и сзади я не видела такого пространства общем она столько здесь и большое расстояние хотя сиденье отодвинуты очень далеко и здесь очень глубокий багажник как ни странно в таких машинах бывают маленький багажник не нормальный в общем есть что купить были бы деньги блин столько надо добавлять продав своих машину это пипец ладно пока не надо ну это я просто опять рассуждаю как колдра ищу машина примут уже начинается ее хотеться вы когда-нибудь видели такие классные чехлы на машину она полностью вся закрыта чтобы на нее не попадала грязь в ней окошки мне даже вот такие штуки для труб нифига себе и здесь она закрыта полностью вот это да вот да это наверно машина но не знаю для каких целей чтобы она просто оставалась чистая и только дверка чтобы сесть водителю открывается так как чехлом прикольно да мы еще в одном салоне шел уже не знаю какой час что ищет машины мы на московском шоссе и еще поедем съездим туда в конец города там где салон лада еще какой-то в общем смотрят еще есть варианты которые хочется есть варианты которые хочется не хватает денег а не хочется залазить долги есть варианты которые в общем короче они смотрят по своему бюджету машинку может быть купят ближайшие дни что-то не знаю а я вам показывает то что я вижу вот эта машина это я вышла такая смотрю стоит вся она одетая в тряпочке вот такая прикольная да даже здесь дырочки чтобы дышала наверное я бы назвала это одежду для машин то есть одежда и машина наверно в таком числе будет действенно чистая красивые машинки свет такой потрясный да не знаю посмотрели сегодня столько машин прям столько хачушек столько желашек по идее не надо нам не надо ну блин уже тест тестовая машина москвич блин я уже не помню даже как москвичи выглядят вот это новый москвич это еще один в черном варианте здесь на московском шоссе все павильоны внутри между собой соединены вот такими арками зала очень большие переходишь из одного в другой в общем они нашли машину им она нравится какие у нее показатели я не знаю на то что это москвич мне конечно смешно но я как-то не воспринимаю такие машины хотя выглядит она конечно офигенно она выглядит вот если не знать что это москвич такой крутой тачкой это миллион семьсот тридцать пять стоит и они меня вызвали я уже я уже устала я сидела машине мы ее берем ну посмотрим я напишу вам в конце видео взяли они ее или нет а то мы еще собирались пара салонов внутри мне внутри она понравилась люк есть боже мой как серёга нам тоже такая нужно ну руль симпатичный панель красивая вылета такая штучка тут такое расстояние в него удобно что удобно и до сиденья тоже такие же кресла такие классные а багажник смотрели отражается очень нравится когда все прошито так круто все вместе здесь достаточно много когда кто-то сидит сзади и маленькое расстояние очень неудобно я не думала что москвичи такие симпатичные могут быть да она высокая такая классно круче москвич как джип выглядит посмотрите какая она какая-то странная это жир это не грязь это жирок а эту машину не надо покупать раз она дизуну надо брать новую просто на ужасном состоянии учита что багажник не закрывается тяжелая да да я вижу что он не закрылся ну коля говорит что это вариант чисто все смог я не буду сидеть чем не расстраиваться мне то что расстраиваться а тут же не столько машин видели ну визуально конечно все красиво симпатично вот у меня полностью климатикой да ты чё а а я думаю что за панели то есть когда ты включаешь машину здесь все будет светиться а вот это чё я вообще не думала что честно москвичи еще выпускаются я думала что это уже вообще прошлый век оказывается вот они какие как у нас машине только мы все это докупали в принципе да сидеть очень комфортно руль такой он только вверх-вниз до не выдвигается вперед нету вылета это них еще надо 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 зеркальце естественно там зеркальце есть десятки то управление а вот это коротяк я вообще за так здорово слушай когда солнышко да а когда солнышко хочется от него закрыться ну и он открывается люк можно проветривать можно голову высовывать короче ребята думают устали уже пьем кофе тяжелый случай купить машину то мы ездим весь день и что-то подбираем у нас было выбор машины это было два месяца мы искали мы думали что мы уже не купим а там раз и мы встретили то что прям вот ездим на ней до сих пор и нам она нравится а у ребят это третья машина это говорит о чем молодежь живет лучше чем мы мы в их возрасте в 27 лет там мы не имели машин уязвим на автобусах и нам родители презентовали запорожцы ушастые что ребята живут неплохо проверяем новую машину ту не купили оказалось что у него цена намного выше если вот эти фигни пишутся знаете так от фонаря когда начинаешь спрашивать четкую цену выставочного экспоната несмотря на то что там полно написано полностью это 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 что входит в комплект там оказывается что в комплект нифига не входит и цена у нее миллион девятьсот они например миллион семьсот семь так как указано но я к примеру сказали все что думаем там по поводу их цен их ценников ценников которые они выставляют очень очень неправильно они делают вводя людей в заблуждение то что люди ориентируются на то что написано здесь что входит в комплект за сколько они могут купить в общем мы приехали в другой салон это уже вот здесь вот пять мол где-то тут рядышком это салон вот рядом лада а это предыдущий а я не помню как он называется здесь иностранные машины такие вот красивые сразу ее уже померили походили посмотрели мой какую здесь прям высоченная 20 сантиметров о боже какой джипиара классные машины насколько это стоит кстати который они уже сидели миллион миллион шестьсот шестьдесят четыре вот это вот стоимость но не факт берешь садишься то есть к ним начинают считать оказывается нету фары так интересно соединены в общем у нас сегодня такой тур тур стоит два два семьсот почти три миллиона это был вот такой магазин здесь вот и мы сейчас пойдем еще лады лады они все неравнодушных почему-то к ним мы хотели бы протестировать и проехаться на такой машине я тестировала мне не понравилось хотя она по тем временам три года назад стоила полтора миллиона мне все равно не понравилось механика топорная деревянная внутри да ну нафиг ну и на этом салоне мы закончили сегодня поиски машины детям ну точнее они искали а мы присутствовали а я снимала это видео чтобы хотя бы быть в теме а потом года через два или три когда будем менять машину мы еще раз пройдемся по салонам да кстати хочу сразу сказать ну машину как вы поняли мы не купили дети там кое-что приглядели вроде как все взвесили ночью подумали утром туда поехали завели ее одну вторую новые машины новые завода гремят шумят в общем не то качество которое бы хотелось которому привыкли ездить на иномарках наши машины однозначно брать они не будут ну и фишка салонов когда они продают машины любят они наличку их не устраивают карты им надо чтоб им дали наличку скрываются от налогов причем практически все салоны частично они берут картами частично наличка наличка а это та еще проблема ну и все надеюсь вам понравилось видео вы досмотрели его до конца и на этом большое спасибо всем кто гулял вместе с нами пишите комментарии дополняйте с вами были мы макаданцы живущие в рязани и не только в рязани дети приехали к нам из москвы ну все до следующих встреч новых видео пока пока